Бойцы бывшего ЧВК Вагнер на фронте. Страна-агрессор Россия продолжает использовать войне против Украины наемников погибшего повара Путина. Российские наемники были замечены на Авдеевском направлении. В России сейчас формируют добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это, в частности, все бывшие вагнеровцы. Они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Вербовочные пункты на территории Российской Федерации, их более 50, не прекращали своей работы. Поэтому данное утверждение о том, что якобы вагнеровцы опять вернулись в Авдеевку, давайте говорить о том, что они там были с начала российского наступления. Это октябрь 2023 года. Причем отдельные подразделения вагнеровцы были аффилированы либо так называемые кадыровские подразделения, либо, соответственно, уже непосредственно штурмовые подразделения российской оккупационной армии. Именно тактику ЧВК Вагнер российская оккупационная армия использовала во время боев за Авдеевку. То есть это работа малыми мобильными группами. Экс-вагнеровцев специально отправляют в самые горячие точки на помощь российским солдатам, как достаточно опытных преступников и которых вовсе не жалко. В системе Росгвардии именно аффилированное бывшее подразделение ЧВК Вагнер. Речь идет о том, что ЧВК – это наиболее боеспособное подразделение российской оккупационной армии с практическим опытом боевых действий. Причем как сирийская операция, так и, соответственно, операция на африканском континенте, ну и боевые действия на территории Украины. Причем на территории Украины они воюют с 2014 года. Это наиболее профессиональное подразделение, следует отметить этот факт. То есть это профессиональный противник. Ну и, соответственно, уровень принятия решений и как на низовом, так и, соответственно, на среднем командирском уровне – это на серьезном уровне. То есть и момент планирования операции, принятия решений на профессиональном уровне. Информации о новом добровольческом батальоне, куда и входят бывшие вагнеровцы, практически нет. Скорее всего, те 18 тысяч человек, которые планируют завлечь «Шойгу», это другие частные военные компании. Более десятка ЧВК, которые были ранее аффилированы либо с госкорпорациями, это типа Ростеха, Роскосмоса, того же Газпрома, либо непосредственно с Министерством обороны, как ЧВК «Редут». ЧВК «Медведи», ЧВК «Редут», ЧВК «Ветераны» – их достаточное количество. То есть это боеспособные коллективы, костяк которых составляют либо бывшие военнослужащие, либо, соответственно, офицеры специальных и правоохранительных органов. Поэтому 18 тысяч – это не проблема. Это абсолютно не проблема с учетом количества ЧВК, которые действуют и в Российской Федерации, и, соответственно, уже непосредственно принимают участие в боевых действиях на территории Украины. Напомним, что ЧВК «Вагнер» якобы вышли из боевых действий в Украине к началу июня 2023 года, перед неудавшимся мятежом 24 июня и последующей гибелью главаря этой организации Евгения Пригожина и других высокопоставленных лидеров в авиакатастрофе 23 августа. Они не выходили с Украины. После даже так называемого марша справедливости, несмотря на все заявления о том, что ЧВК «Вагнер» была выведена с территории Украины, часть подразделений, а именно на оккупированных территориях Луганской области, оставались непосредственно в зоне боевых действий. Теперь боевики воюют в Украине, заключая контракты с Минобороны России. Наемники нужны на фронте также для компенсации потерь среди оккупантов. Там весьма, скажем так, есть такое понятие у них, как собрание командиров. То есть это достаточно автономные подразделения, штурмовые отряды, которые, скажем так, могут выполнять свои боевые задачи вне зависимости от, скажем, присутствия либо отсутствия высшего должностного лица. В данном случае это речь идет о Пригожине. Пригожин создал ту систему управления, когда, скажем, иерархия подчинения не замыкалась непосредственно, скажем так, на одном лице. То есть это были достаточно автономные отряды, которые могли действовать, соответственно, без общего централизованного управления. Какой бы новый батальон не собрал Путин, мы верим и знаем, что вооруженные силы Украины победят любого противника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok